Всем привет, ребята! Привет, привет! Привет, привет! Едем в город. Выбрались. Пройдем по магазинам. Вчера пенсия пришла. Почему-то... Ну ладно, понятно, в этом марте пенсия пришла пораньше. В апреле тоже. Вернее, майскую в апреле тоже. Денег не доплатили. Денег не доплатили. Обещали индексировать с 1 апреля. Так и не индексировали ничего. Обманули опять. Вот так. Ну ничего. Мы проглотим. Обиду. Что-то у нас холодильник совсем опустел. Морозилка там еще нормально, более-менее. А в холодильнике что-то вообще ничего нет. А тебе забить надо? Ну, не забить, но пополнить. Пока пенсия пришла. Надо пополнить припасы, запасы. Тихо. Так все выглядит. Тихо, да? Ну, тут и так всегда тихо. В общем-то. Не особо-то шумно в городе. Сейчас поедем в пятерку. Да? Нет, сейчас поедем. Сначала деньги снимем. А потом уже будем шопить. Да, Лешка? Да. Пошопимся. Тихо. Спасибо. Меленький какой Народ весь, все ходят без масок. Не хотят маски носить. Все без масок. Еще никого не увидела в маске. А вон там вижу. Давай бабулька. Ой бабулька, куда же ты идешь? Вот тебе бабулька. Вот человек в маске. Вот. Вот. Здесь один человек в маске. Все остальные без масок. Чего они ждут? Не, вон еще один. Чего ждут, не хотят подходить к банкомату близко. А-а-а. Дистанцию держат. Дистанцию. Да. По колдобинам поездим. Сняли денежки. На улице холод собачий. Вообще. Плюс шесть всего. Ну, у нас считай. И ветерок такой прям. Ух. Плюс шесть нет. У нас как бы плюс три. Почему? Как бы плюс три. Как бы. Как бы. Ну, здесь холоднее. Не знаю. У меня на градуснике плюс шесть. У меня тоже плюс шесть. А кто сказал, что здесь холоднее? О, кому-то навоз привезли. Будет урожай. Классно. Вот такая куча тысяч семь стоит, наверное, где-то. Куча какашек. Семь тысяч. Да? Ага. Нормально. Сегодня вообще, по идее, должен быть рынок. Сегодня базарный день. Петлицы. Но рынка нет. А уже бы надо на рынок нам. Я имею в виду не за жратвой, а так вот. Говорят, в Москве разрешили рассаду продавать. Все вот эти. Ну, москвец там продают по супермаркетам. А у нас, не знаю, тоже люди вот насадили, рассаду, все, да, вот продать. И что теперь? Как быть? Машин все равно полно. Вон сколько. Празднику, наверное, еще бы там. Празднику, может быть, да. Здесь станем, да? Май же. Да что, там встанем. Что мы здесь встанем? Рынка-то нет? Я пофигела на Беларусах. Ну, вот там встанем и сходим к Беларусам. Вон место там. Курашка. Сказал здесь, значит здесь. Были в пятерке, ребята. Народу полно. Чуть не попали. Короче, взяли колбасу. За колбасу же, как пишут, по-хитрому. Колбаса вот лежит вся в ряд, но где-то стоит цена за килограмм, где-то стоит цена за 100 грамм, а где-то стоит цена за штуку. И вот, пойми, мы тоже взяли вот колбаса. Написано 146 рублей. Вот. Думала штука. Оказывается, килограмм. Не килограмм, а 100 грамм. Ну, хорошо на кассе нас предупредили и отказались от нее. Потому что кусок колбаски, полбатончика, на 600 рублей почти. Чуть не влетели. Посмаковали бы колбаской. Ой. Вот что творят, да? Вот почему так? И все безнаказанно. Что хотят, то и творят. Естественно, придет вот так вот пенсионер, не досмотрит, где за штуку, где за 100 граммов. Вот вам, пожалуйста. Вот такие мы лохи. Да, тяжко жить без пистолета. Везде нас хотят на... Как сказать? Надурить. Обмануть. Все, ребята, едем домой. Народу полно ужасов. Машина поставила. Вообще, что творится. Поли перед праздником все решили скупиться. Закупиться. Так, а парикмахерская работает уже. Парикмахерская. В общем, уже все, ребята, как и раньше. Так вот. Не, ну тут в магазин вот не пускают пока. Ну вот, в пятерке мы были и в магните. Людей полно. Никакой дистанции. Ничего. Без масок все. Не, есть такие, что в масках. Даже в перчатках я видела. Не в бахилах. Не, ну не в бахилах. Бахилах нет, но в перчатках, да. Возле этого кино, короче, возле Сбербанка собрались же люди. Мы стоим тоже. Одна достала так, это, перчатки резиновые из сумки. Надела. Пошла, сняла деньги. Вышла, сняла перчатки и опять положила в сумку. Ой, ну... Ой, да. Если бы он через руки передавался, то просто столько смертей уже много. Столько болезни. А мы едем домой. Немножко подкупились. Так, по чуть-чуть. На месяц. Ну, не на месяц, недели на две. Там что. Не знаю, насколько хватит. Пока все не съедим, что он не будет, да? Пока все не съедим, да. Никуда не поедем, да? Да. Вот так. А мы бутылки брали? Кого? Бутылки брали, воды набрать, да? На улице холодно, а в машине тепло, так. Ходочек уже капает. На стекле капельки. А я на рыбалку хожу, что-то. Сегодня опять дождь. Вот так. Будем сидеть в хаде. Святой источник. Наш любимый святой источник. Ты сам сходишь, да, Леша? Конечно. Не пойду. Не пойду. Ну, так, здесь тепло, конечно. Не пойду. Закупились, ребята. Что купили? Взяли вот такую вот бюджетную бумагу. Вот. Две упаковки. Люблю брать все про запас. Вот. Дальше. Пойдем мы с этого пакета. Апельсинок взяли. Так. Это, как там, взяли макароны. Я не буду их все выкладывать. Взяли 10 пачек. Беру им всегда по 10 пачек, чтобы не заглядывать, чтобы всегда было. Взяли вот таких тоже вот бюджетных семечек. Недорогих. Что же мы их взяли? Тут сколько-то пакетиков. Вот. Вот. Грызем семечки, чтобы не скучно было. Так. Теперь все макароны. Макароны, макароны. Так. Колбаску вот такую на утро взяли на бутербродик. Папа может. Она со скидкой 94 рубля. Штучка. Что взяли? Взяли горошек. Лешек, наверное, перепутал. Хотели взять кукурузу, а он взял два горошка. Это же желтая, значит кукуруза. Ой, Лешек. Ладно. Так. Хотела сделать салат с крабовыми палочками. Эх. Так. Что тут? Макароны. И поставили сегодня макароны. Ладно. Так. Дальше что у нас? Это у нас с магнита. Взяли вот такие пельмени, потому что сегодня надо варить суп, а я не успеваю уже к обеду сварить, потому что уже 11. Поэтому взяли вот пельмешки. Лешек любит пельмешки с бульончиком. Сварим. Сварим. Так. Дальше. Зиру купила. У меня закончилась зира. Нет зиры. Вот так. И захотелось киселя. Мне вот как-то на днях так захотелось, что я достала замороженную эту. Хорошо. У меня есть и крахмал, и этот. И ягоды замороженные сварила. Но ягоды уже кончаются. Лешек любит их кушать как мороженое. Поэтому взяла вот такой кисель. Попробуем. Вечерочком так вот хочется такого горяченького. Я то какао попью, то вот киселик. Я брала в Москве, брала в пакетиках. Вот так одноразово на один раз в пакетики. Ну посмотрим. А это в брикетах. Но он такой свежий, такой вот весь мягкий. Я его размяла. Был брикетик такой, я его размяла. Так, лешадины. Пряники. Что-то я давно ничего не текла. Надо что-то испечь. А куличи были. Лешек ел куличи. Печеньки там были у него доедалось. Так. И палочки. Взяли палочки на салат. У Илонки недавно был этот салат с крабовыми палочками. И мне захотелось. Лешеку предложила и ему захотелось. Так. Дальше. Кто не знает, это моя дочь Илона. У нее есть свой канал. Называется Очень вкусный канал. Она там готовит. Ссылочка под видео. Если кому интересно, зайдите, посмотрите. Там они сердечки жарили на этом, на мангале. Так что, кому интересно, загляните в канал моей дочери. Ссылочка под видео. Так, поехали дальше. Ой. Что же это такое? Кефир. Взяла кефир. Козельский. У нас очень много козельских молочных продуктов. Хорошие продукты. Мне нравятся. Хочу пожарить блинов. Захотелось блинов на кефире. Дрожжевых. Так. Дальше. Хлеб. Черный, белый. Что-то ничего не видно. Да? Вот так пониже сделаем. Так. Дальше. Огурчики. Купили огурчики. Потому что надоели уже соленья. Хочется уже свеженького. Майонез. Майонез. Потому что сломался блендер. И купить негде. Приходится покупать майонез. Всегда я майонез делала сама. Ну, теперь покупаю. Так. Помидорки. Помидорки. Так. Дальше. Это вот Лешик себя балует. Такими вот вкусностями. Со скидкой в пятерке по 49 рублей. Ну, привык человек. Ну, что поделать. Привык к таким вкусняшкам. Я редко очень ем. Потому что меня в детстве шоколадками не баловали. Я непривычная. Так. Взяли бедро куриное. Хотим пожарить картошки. Лешик будет жарить картошку. Так что ждите премьеру ролика. Видеоролика. О том, как Лешик жарит картошку. Вот так вот. Это вам не что-нибудь. Не кухры-мухры. Так. Поехали дальше. Так. Это Лешикина отрава. Как смотрит глазами такими. Это вот он покупает белорусские сигареты. Такие вот. По 50 рублей, по-моему. Или 45. Не, по-моему, 50. Отрава. Дальше. Да. Базилик у меня закончился. Базилик. Дальше. Сметанку взяли. Белорусская сметанка. Вот такая. 26%. Она как домашняя. Обалденная сметана. Я просто от нее в восторге. Серьезно. Я такой сметаны вкусной не ела. магазинной. Вот именно. Это вот как настоящая. Знаете, не порошковая вот эта вот. А вот такая вот прям мажется такая вот гладкая. Так. Кварожок. Вот сегодня мы закупились, да. Гляньте. Денег потратили. Кучу. Обалдеть. Это мы были в белорусском магазине. У нас есть магазин белорусских товаров. Вот это вот еще купили там печеньки. Куда положить? Вот сюда положим. Овсяные. Я люблю овсяные печеньки. Особенно, когда они вот посыпаны вот этими семечками всякими. Вообще. Так. И молочко. Тоже белорусское молочко. Вот такое. Милушка. Или Милушка. Вот два пакета. Вот. Ну вот. И все, ребята. Пакеты и макароны. 10 пачек макарон. Вот так. Вот такие вот наши покупки. Закупились сегодня? Давно мы так не закупались уже. Да. Все так по мелочам, по мелочам. А это сегодня прямо смывательно. Вот так вот выглядит наша куча. Вот. Я сама в шоке. Столько накупили. Ну, потому что не знаем, когда в следующий раз поедем. А я буду разгребать эту кучу сейчас. Что в холодильник, что куда. На этом все, ребята. Будьте здоровы, не болейте, не кашляйте, не чихайте. И, как говорят, сейчас 36,6 Ван. Спасибо. Спасибо.